Всем привет! Сегодня я покажу вам, что я новенького приобрела из косметики. Кому это интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Начнём с очищающего средства. Мой мак, которым я пользовалась, уже подходит к концу, поэтому я задумалась о покупке нового средства. Но повторно покупать мак мне не очень хочется. Мне кажется, он немножечко сушит лицо. Поэтому я решила попробовать вот такое средство от Кларенс. Вот так оно выглядит. Это очищающий пенящийся крем с экстрактом хлопка для нормальной и комбинированной кожи. Он такой беленький, он не прозрачный, если вам видно. Но он действительно хорошо снимает макияж. Даже снимает макияж с глаз. Впечатление после него вообще бесподобное. Мне очень понравилась кожа. Кожа такая какая-то бархатная. И абсолютно нет ощущения стянутости. Хотя вот в нашем городе вода очень хлорированная. И вообще как бы нужно переходить бы с воды на какие-то другие очищающие препараты. Но я пока не готова к этому. И я пока ищу средства для умывания, которые будут подходить к нашей воде. Так вот, Кларенс очень подходит к нашей воде. Действительно, не стягивает кожу абсолютно. Но вот поры, я вижу, что они очищены, не забиваются. Жирный блеск не проявляется через час-полтора. То есть, очень достойный гель, который я действительно рекомендую для жирной, пористой кожи. Сразу скажу, что я купила этот гель. И вот такой вот набор от Benefit. Это набор теней. Выглядит он вот так. И когда открываешь, вот так. И ещё я приобрела от Benefit вот такой вот гель для бровей. Это я сделала заказ в магазине L'Etoile. Почему сделала заказ в интернет-магазине? Потому что получилось ещё дешевле, чем пойти купить в магазине. Но если дождаться скидок 40%, тогда, конечно же, нужно пойти купить в магазине. Если делаешь заказ в магазине L'Etoile, то вводишь... У меня есть карта с 20% скидкой. Я ввела эту карту. И мне сделали ещё 10% скидку. Поэтому скидка на эти три товара у меня получилась 35%. Ну и, конечно же, мне положили туда 4 пробничка. Это всегда нас очень радует. И нам всегда это очень приятно. Ну а теперь поподробнее о тенях. Скажу так. Тени от Benefit я хотела попробовать, но вот как-то никогда не покупала. Вот такой у меня комплект цветов. Значит, это 4 сухие штучки. И две вот такие вот кремовые текстуры. Сейчас я открою и вам покажу. Что скажу? По поводу кремовых теней. Мне они понравились. Они действительно очень неплохо лежат на глазах. И, собственно говоря, разносятся. И пальцем, и кисточкой очень хорошо. А вот по поводу теней, которые сухие, хочу сказать, что мне не понравились. Не понравились, потому что разносятся они что с базой, что без базы как-то. Ну, в общем, не очень мне понравилось. Вот этот розовый цвет, он вообще, вообще как-то, ну, ни о чём. Жёлтый даёт такой небольшой перламутр. Этот цвет, он и есть перламутровый. И коричневый матовый. Это единственный цвет, которым я пользуюсь. Который действительно неплохой. Ну, в общем-то, я не в восторге. И, как бы, порекомендовать вам покупать эти тени я даже, собственно говоря, не могу. Потому что, ну, не в восторге. Я от всех шести цветов. Но вот в восторге я от их туши всё-таки для бровей. Действительно, тушь очень-очень даже приличная. У меня вот такой цвет браун. Хочу сказать, что если вы куда-то сильно спешите, если вам некогда делать серьёзный макияж бровей, очень даже хорошая штука. Она немножечко с коричневым таким оттенком. Быстренько расчесали брови. И, собственно говоря, побежали. Но, даже если не иметь геля для бровей, у нас у всех девочек и девушек, по-моему, дома, ну, мне так кажется, дома есть обычный гель для волос. Если вы возьмёте обычную щёточку от туши, помоете её, нанесёте немножечко геля для волос, расчешите им брови, эффект будет тот же самый. Ну, единственное, что предварительно нужно, конечно же, свои брови покрасить краской, чтобы они имели вид и форму. И уложить их просто этим гелем по своему усмотрению. Следующие мои покупки, это уже покупки серии Мак. Я купила вот такую вот матирующую основу, которую я покупала специально для Т-зоны. Что хочу сказать? Ничего не хочу сказать, потому что, ну, тоже она меня как-то не впечатлила. Вот наношу, всё равно блеск проявляется. И ощущение какой-то забитости пор у меня почему-то, потому что я её, когда наношу, это какой-то ярко выраженный силикон. И меня он как-то даже немножечко смущает. Может быть, поэтому у меня нет никакого впечатления о этой основе. Потому что, когда я наношу, уже мне как-то не очень приятно и не очень радостно. Я вижу, как забиваются мои поры каким-то силиконовым таким вот кремом. Поэтому, ну, вот купила, ну, как бы пользуюсь, но рекомендовать тоже не могу, потому что не знаю, как он будет в забивании пор. Будет забивать, не будет, не знаю. Дальше я приобрела всё-таки основу для век. Я взяла самый светлый цвет Light. Тоже, что хочу сказать. Очень много слышала о этой основе. Рассказывали, какая чудная основа, как классно на неё ложатся тени, не скатывается. В общем, и то, и всё, и пятое, и десятое. Мне не понравилось. Не понравилось, потому что у меня есть вот такая вот основа от Lumine. И хочу сказать, что вот эта основа, вот действительно, must have. Я действительно вот эту основу рекомендую всем. Её наносишь на глаза, во-первых, она сразу же немножечко вам убирает все ваши красные сосудики на глаза, на веки. Во-вторых, даже ей немножечко можно вот здесь вот откорректировать синячки. Немножечко подождать обязательно нужно, чтобы она хорошо впиталась и высохла. И дальше вы наносите свои тени, что вы там хотите. И на моих жирных веках действительно не скатываются в складки тени. Ни разу с этой базой не скатались. С этой базой час-два, и уже как бы у меня вот... В общем, хочу сказать, что в моём случае это зря выкинутые деньги на ветер. И последние два приобретения. Я, наконец-таки, нашла карандаш. У меня очень давно я покупала карандаш от JADE. У него был такой цвет, раньше он назывался карамель. И вот я его долго-долго пользовалась, я ими его экономила, потому что никак я не могла нигде найти такой же подобный. Я нашла в маке. Цвет называется... Нет, я, наверное, не прочитаю, а вам его вот так просто покажу. Потому что с английским языком у меня немножечко туговато. Вот, сводчик вам тоже сейчас сделаю. Это действительно такой натуральный цвет, который действительно подчёркивает контур губ. Вы можете сделать губы чуть больше. И контура этого не будет видно вообще. В общем, я, слава Богу, нашла тот цвет, который искала. Долго и нудно. И я рада, довольна и счастлива. И к этому карандашику я купила ещё вот такую себе помаду. Тоже от MAC. Цвет у этой помады... Питч Блоссом А83. Помада на самом деле, она, видите, какая-то такая вот розово-бежевая. На губах она... Она у меня сейчас на губах. И на солнышке она ярко светится и переливается. Хотя она абсолютно не перламутровая. Она просто увлажняющая. У неё такой ровный тон. Единственное, ну, в этой губной помаде, что она не держится долго. То есть, стоит выпить чашечку кофе. Ну, что-то там перекусить. И губной помады вообще, в принципе, нет на губах. Как будто вы её и наносили вообще. А так, цвет очень приятный. Мне очень нравится. И вот это, наверное, вот и всё про эту помаду. Вот это были мои покупки, совершённые за последнее время. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось моё видео, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада новым подписчикам. И задавайте свои вопросы. Я обязательно постараюсь на них ответить. Всего доброго. Пока-пока. До новых встреч.